Всем привет! С вами Наталья. Рада приветствовать дорогих моих подписчиков и гостей моего канала Магия Успеха, Второй Самопознание. Сегодня давайте рассмотрим тему расклада, что происходит в жизни у загаданного человека. Вариант один. Будем рассматривать несколько позиций, то есть раскрывать несколько вопросов. Что вам необходимо? Это в первую очередь расслабиться. Налейте, пожалуйста, себе чай, либо что-то другое, неважно. Подумайте о нем, хорошо визуализируйте, представьте его, закройте глаза, произнесите либо вслух, либо мысленно имя, дату рождения и руки-ноги не скрещивайте. Итак, кому, девочки, не хватает времени, видео ставьте на паузу. И очень внимательно прислушивайтесь к своей интуиции. Если чувствуете, что резонирует, то продолжайте смотреть. Если нет, просто закрывайте данное видео и переходите на другие видеоролики. На другие видеоролики. Итак, первый вопрос. В каких энергиях сегодня находится ваш загаданный человек? Второй вопрос. Какая сегодня главная мысль, вот прям не выходит у него из головы? Что вашего человека сегодня тревожит? Что сегодня его радует? Прямо вот и на душе, как говорится, хорошо, и светло, и тепло. Где и с кем он сегодня больше времени проводит, да? Большую часть своего времени. Ну и, конечно же, мысли о вас. Безусловно, про вас мы тоже спросим. Какие эмоции к вам он сегодня испытывает, да? Чувствует. И что вам нужно знать сегодня о загаданном человеке? Вот такие вот вопросы сегодня рассмотрим. Итак, давайте открывать. Первое. В каких энергиях? Могу даже сказать, рабоче-творческий у него какой-то идет процесс. Рабоче-творческий процесс. Он увлечен своей какой-то деятельностью, трудовой деятельностью увлечен. Либо это у него какой-то, действительно, что-то он мастерит своими руками. Может быть, действительно, человек пишет картину, да? То есть, люди же у нас разные, как бы, мужчины тоже могут проявлять свое творчество. Они могут песни писать и на гитаре, как говорится, играть, да? И картины писать. То есть, все, как бы, мужчинам не чуждо. Поэтому человек сегодня такой творческий, весь сосредоточенный, увлечен. Возможно, даже старается не отвлекаться ни на какие другие моменты, потому что, скорее всего, у него, перед ним стоят какие-то сроки. Ему нужно уже быстрее заканчивать. И, скорее всего, вот этот какой-то свой процесс, процесс, трудовой процесс, он уже близок к финалу. Вот чем-то сегодня прям человек очень увлеченно занимается. Занимается. На душе, в принципе, у него сегодня солнышко, солнечно. Ну, так, с переменной облачностью, могу сказать. Никаких таких плохих мыслей нет. Возможно, он даже пребывает в какой-то медитации, потому что зеленый цвет, он все равно нас как-то успокаивает, да? То есть, вот у него сегодня какое-то даже медитативное какое-то состояние, он где-то погружен в себе. Что-то с человеком такой, какой-то творческий прям процесс идет. Хорошие энергии. Хорошие энергии. Возможно, он вот даже, могу сказать, делится вот как-то своим опытом с кем-то. Вот еще такой момент, да? Давайте посмотрим, какая у него сегодня главная мысль, да? Что у него сегодня в голове, о чем он думает? Так, а главная там мысль о том, что либо у него в семье кто-то заболел, кто-то из родных, близких, да? Его вот прям вот эта главная мысль крутится. Он, может быть, думает как-то помочь, чем-нибудь помочь, да? Также человек понимает, что он в стесненных каких-то обстоятельствах находится, да? И от этого, несмотря на то, что у него сегодня такое вроде солнечная энергия, но я уже сказала, что есть какая-то переменная облачность, вот поэтому вот в этом каком-то своем умиротворении творческом, да? Но это не обязательно может быть творчество. Может быть, он человек на работе работает, да? И вот все равно он что-то же делает. Так вот, вот в этом каком-то состоянии монотонном, скажу даже так, да? Вот он чувствует все равно какую-то вот сжатость, какое-то ограничение, какой-то холод. Возможно, даже где-то неуютность есть вот в его состоянии, да? Вот в его мыслях. Вот реально его беспокоит и заботит состояние либо его ребенка, либо вообще его самого как человека, да? То есть, ну, понимаете, на него что-то такое влияет, что человек не может вот прямо действовать так, как я хочу. Понимаете, вот у человека есть хочу, а действовать он так не может, потому что его сковывают какие-то конкретные обстоятельства. Обстоятельства могут быть абсолютно разные. И внутри человек понимает, что, возможно, даже вот из-за этого состояния он уже начинает как-то внутренне болеть. Болеть. Давайте дальше будем смотреть, что человека тревожит. Что же человека все-таки тревожит, да? А тревожит его чувственная сфера. Тревожит его чувственная сфера. Он нет, девочки, и тревожит его пентаклики. Денежная сфера, я прошу прощения. Тревожит его все-таки денежная сфера. Вот не зря, да, как бы у нас сразу здесь вышел аркан, говорящий о том, что в энергиях он все-таки как бы больше такого рабочего порядка, творческого. То есть для него очень важна денежная составляющая в его жизни. И это его тревожит. Возможно, ему не хватает. Видите, человек скован какими-то обстоятельствами. Возможно, он выполняет какую-то работу, а за эту работу, может быть, сжатые действительно сроки какие-то у него, да? Может быть, ему не так много гонорар обещали, к примеру, да? Вот за какую-то выполненную работу. Человека это тревожит. Вот какой момент, да? Давайте еще посмотрим, что еще человека тревожит на сегодня. Что человека тревожит на сегодня? Ну, вот все, смотрите, вот какие-то его иллюзии, вот какие-то его фантазии, какие-то мечтания. Он мечтает о первом, о втором, о пятом, о десятом. То есть человек хотел бы всего, да? Какого-то полета, какой-то эйфории. То есть он где-то, вот я говорю, он сегодня такое ощущение, действительно пребывает в каком-то медитативном состоянии. Он выполняет монотонно какую-то работу, и он там где-то летает, представляет что-то там, что у него много денег, допустим, да? Он представляет, куда бы он их потратил, куда бы он поехал, что бы он себе купил, кому бы подарки подарил. Ну, вот какие-то такие моменты. Но по факту, по факту получается, что человек не может на сегодняшний день все это реализовать, воплотить, так сказать, в жизнь. То есть могу даже совсем простыми словами сказать, человек, конечно, сегодня прям вот улетает куда-то далеко-далеко в своих фантазиях и на землю не возвращается. Да. То есть он сегодня далеко не приземлен. Где-то он сегодня прям эйфория у него какая-то. Ну, это нормальное, в принципе, состояние. Почему нам иногда бы не помечтать, да? Мы всегда прекрасно знаем, что мечты, они имеют такое свойство исполняться, желание исполняться, мечты сбываются у нас. Все на самом деле материально, каждая наша мысль, она имеет какую-то все равно основу, да? Ну, давайте посмотрим, что теперь человека радует. Радует. А смотрите, его радует тот момент, что все-таки он, преодолевая какие-то свои трудности, какие-то свои, возможно, неприятности, какие-то свои невзгоды, он начинает потихонечку, потихонечку двигаться от вот этой своей жизненной ситуации, где тяжело, где трудно, где тяжко, ну, тяжело-тяжко, и он начинает отплывать к новым берегам. Вот где-то вот он в мыслях, он уже на старте, как говорится, да? Он, конечно, не знает, что его там будет дальше ждать, но, понимаете, вот его радует тот момент, что он где-то в какой-то степени готов, невзирая на то, что его сковывают какие-то обстоятельства, он все равно готов двинуться вперед. И, знаете, у него такое еще, будь что будет, я вот себе нафантазировал, я себе все это представил, и я отправляюсь в дальний путь. Отправляется, кстати, он один. Один в этот дальний путь. Он, смотрите, в свои планы, свои какие-то вот походы, будем говорить, он никого не посвящает. Он это пока вот где-то в себе все вот, он уже точно для себя знает, что он куда-то двинется, понимаете? Вот он уже уверен, и это его радует. И, знаете, он даже чувствует где-то такое, ну, освобождение где-то от чего-то. Также, смотрите, что его еще радует, да? Ну, повторюсь, наверное, да, что, возможно, перед этим была какая-то нехорошая ситуация, возможно, даже, которая не была в его пользу, да? И человек, человек вынужден двинуться вперед. То есть, вот, понимаете, его как будто его выталкивает, вот, иди и не оборачивайся, как говорится, да? Иди, не оборачивайся. Ну, вот, и... А это его радует, что... Ой, все. Такое ощущение, чуть ли человек не перекрестился, и, как говорится, начинает отправляться в какой-то свой путь. Возможно, одинокий путь, может быть, и не одинокий путь, но, по крайней мере, он здесь пока один. Пока он никого к себе не приглашает. Так, давайте следующий вопрос посмотрим. Где и с кем он сегодня больше находится, да? Где и с кем? Да сам с собой, девочки, он сегодня находится. Он сегодня, как-то вот говорю, он весь такой какой-то мягкий, весь такой какой-то текучий, плывучий. Также, конечно, может еще находиться с каким-то мужчиной, тоже таким добросердечным, добропорядочным. Может быть, не совсем добропорядочным, да? Но, тем не менее, вот здесь, может быть, как человек сам с собой, да, находится, так же с человеком. Давайте уточним вот этот момент, все-таки интересно, да? Это ты сам про себя нам рассказываешь, что ты сам с собой находишься, да, где-то дома или где, или в паре. А нет, смотрите, все-таки он находится с кем-то, да? Человек все-таки находится с кем-то, их двое. И, возможно, вот этот вот второй его приятель, товарищ, он кубковый король, они хорошие такие, они могут поддержать, у них веселое настроение, они такие жизнерадостные, у них вот эта чувственная сфера очень хорошо прям развита, да? Он может этого человека поддерживать, как-то вдохновлять, сделай это, сделай то. Возможно, этот человек где-то даже ему помогает в какой-то работе, да? Вот какой-то идет у них какой-то рабочий процесс. Но здесь идет больше работа, честно говоря. Никаких я прям тут таких этих не вижу, да? Ну, имеется в виду, что где-то человек развлекается, допустим, отдыхает, наслаждается жизнью. Нет, здесь все равно больше идет такой трудовой процесс. Трудоголики у нас сегодня. Ну, у нас сегодня мужчина такой трудоголик. То есть, скорее всего, у него есть какая-то, перед ним поставлена задача, он должен это выполнить, и довольно-таки в кратчайшие сроки. Ну, вот такой вот сегодня, такая информация сегодня идет по раскладам. Потому что время поджимает, время уже, как говорится, собирать плоды, урожай, и вот надо быстро-быстро-быстро вот это все сделать ему. Вот. Быстро-быстро. Не важно, когда вы смотрите данный расклад. Кстати, когда вы смотрите, не важно, опять-таки, когда вы смотрите, он актуален тогда, когда вы открыли это данное видео. Тогда и будет актуально, прям вот будет сто процентов работать. Давайте будем следующий вопрос смотреть. Самый-таки интересный, да, это мысли о вас, да. Что данный человек думает о вас? Что вы активная, вы позитивная, вы не можете находиться на одном месте. Вам надо постоянно двигаться в движении, у вас полно идей, вы энергетически очень мощная, очень сильная. Если вы что-то задумаете, то вы стараетесь. Даже если какие-то будут препятствия, вы все равно будете, как говорится, идти вперед. Видит вас немножко такую девушку, женщину такую в мужских энергиях. То есть это когда я, допустим, чаще ношу брюки, ну, к примеру, да, возможно, у вас короткие стрижки, ну, что-то такое, да. Да, возможно, у вас, вы можете разговаривать немножко в стилистике, как мужчина, да. Ну, вот что-то такое, вот идет какой-то посыл. Иногда он у вас видит такой вот немножко, как правильно сказать-то, господи, мужловатый. Есть такой в слове? Ну, ну, ты же, как пришло, да, как идет с потока. Вот есть, все равно у вас такое чувствуется, но вот эта вот сила, вот эта такая мощь, она присутствует. И в то же время, в то же время от вас очень мощная исходит, естественно, сексуальная энергия, да. И это человека волнует. И это человека волнует. Вы позитивная очень, вы жизнерадостная, да. Возможно, вы любите животных. Возможно, вот он это прекрасно знает, и это, допустим, ему импонирует, да. То есть, вы любите животных. Возможно, даже вы как-то близки именно к лошадям, да. Может быть, вы на ипподром ходите, там, или еще что-то такое, да. Давайте еще посмотрим, какие мысли о вас. Какой он вас видит? Какие мысли о вас? Ну, прям какая-то мужская. Смотрите, тут как интересно идет, какие мысли о вас, да. Также он вас считает очень надежной, очень стабильной, такой основательной женщиной, да. Спокойной. Вот смотрите, несмотря на вашу вот эту вот активность, да, получается, он также видит вас еще с той стороны, то, что вы бываете спокойная, уравновешенная, да. На вас можно положиться. Вы, в принципе, так вот держите слово. Он хотел бы, допустим, от вас слышать какие-то, возможно, теплые слова, но вы их не произносите, понимаете. То есть вы как-то в себе вот этот вот момент зажимаете, скрываете. Особо, как бы, как говорится, ему не открываетесь. Ну, вот он хотел бы, так как он у нас сегодня выходит таким романом, ну, таким вот эйфорием, вы в эйфории где-то летаете, да, в своих мечтах. Возможно, даже, девочки, он мечтает о том, как бы вы ему говорили при встрече какие-то приятные слова, возможно, какие-то признания, да. По большей части, получается, вы вот этот момент как-то утаиваете, не раскрываете. Также он понимает, что вы сейчас заняты именно тоже, как бы, своей именно финансовой частью, именно по заработку денег. Он это тоже прекрасно понимает. И я больше скажу, он вообще уверен в том, что у вас вообще все хорошо, прекрасно получается. Вы зарабатываете очень много. Возможно, так это и есть. Потому что на вас, на вас выходит именно король Пентакли. А это тот человек, у которого, ну, состояние есть. Девочки, неважно, какая сумма, понимаете. Для кого-то состояние будет 10 миллионов, а для кого-то состояние будет 10 тысяч. Поэтому тут, пожалуйста, каждый для себя сам, да. Поэтому он как-то вот четко уверен, что у вас по финансам вообще все прекрасно. А у него, видите, у него немножко затруднение. Вы в короле Пентакли, а он в троечке, да. То есть он, получается, как-то до вас не дотягивает. И поэтому, возможно, человек старается как-то до вас дорасти, будем говорить финансово, да. Он почему-то вот о вас так думает. Но опять-таки, повторюсь, почему-то на вас сегодня вот идут какие-то более мужская энергия. И еще такой момент, девочки, возможно, он знает, что у вас есть надежный тыл, то есть у вас есть еще другой мужчина. Но это не для всех. Не для всех. Что рядом с вами есть надежный мужчина. Так, давайте посмотрим, какие эмоции. Эмоции у человека сегодня. Ну, эмоции, девочки, он убитый, он прям в рас... Он очень расстроен, он опечален. Такое ощущение, что произошел какой-то стоп, завершение. Я не знаю, конечно, что у вас произошло, но человек очень расстроен. Давайте еще посмотрим, что у человека сегодня в эмоциях по отношению к вам. По эмоциям. По эмоциям. Ну, вот смотрите. Могу однозначно сказать, какое вот... Такое ощущение, что в нем вот остановился, то есть завершился какой-то король жезлов. Я вот сейчас 100 прославила, да. У него как-то завершается король жезлов. То есть нету вот этой вот активности, нету вот какой-то такой харизмы, какой-то вот... Поставлено все на стоп, убито получается. Девочки, я не знаю, может быть, вы что-то такое сделали, может быть, вы что-то такое сказали, а вы могли сказать какое-то резкое словцо на самом деле, да. И вы как-то вот его немножко, ну, будем говорить, корону сбили. Я вот так могу сказать, да. То есть что у него по эмоциям к вам? Сбита корона. И в то же время, смотрите, когда, несмотря на то, что у человека сбита его корона, все равно человек к вам испытывает какую-то такую... Какое-то такое притяжение, которое вот именно на энергетическом уровне. Жезл у нас, как правило, все равно отвечает больше за энергетику. И он все равно считает, как бы, да, что вы друг для друга, ну, друзья. Может быть, вы ему сказали, что все, давай останемся просто друзьями, как бы, как вариант, да, но опять-таки это не для всех, это вот прям единичные случаи. Такой тоже может быть момент. И его вот эта френд-зона, на самом деле, его не устраивает. Либо он вам мог это предложить, либо вы ему могли это предложить, да, и эта его зона не устраивает. Френд-зона его совсем не устраивает, да. Ну, такие вот сегодня эмоции. Прямо я хочу сказать, что немножко такие даже негативного плана. Какие тут эмоции могут быть? Человек расстроен. Расстроен, опечален, очень грустный, в такие тяжелые, в тяжелых энергиях. В тяжелых энергиях. Ну, давайте заключительный вопрос посмотрим, что вам вообще нужно знать о загаданном человеке. Что вам вообще нужно знать? Ну, здесь однозначно идут какие-то судьбоносные события в его жизни. Однозначно, что-то у него меняется. Давайте посмотрим, в какую все-таки сторону, да, эти события будут у него меняться. В какую сторону? В сторону. Ну, девочки, смотрите, он все равно, он победит какую-то свою ситуацию. Он победит какое-то вот свое то положение, в котором на сегодняшний день он находится. А мы сказали, что он находится в каких-то стесненных обстоятельствах. Он сейчас прилагает все усилия для того, чтобы поработать и заработать, да, на что-то, да. И у человека все равно есть какой-то осадок. Он уходит с каким-то грузиком все равно во что-то новое, да. То есть он уходит к другим берегам. И вот этот вот момент, что эмоции к вам у него прям вот такое ощущение, что реально остановка. И вот это все события в совокупе, я могу сказать, девочки, если все-таки вы с ним как бы разорвали отношения, да, и это судьбоносные, судьбоносные события в его жизни, он все равно будет стараться как-то выйти из этого, обратно взращивая в себе энергию жизни, энергию работоспособности, творческую энергию. То есть человек все равно здесь будет как-то, ну, чуть ли не феникс из пепла, могу даже так сказать, опять восстанавливаться. Опять будет восстанавливаться. А что ему поможет? Что ему поможет восстановиться, дойти до этого момента? Ну, сначала, что ему поможет? Он должен для себя четко понять, осознать тот момент, что он из-за каких-то своих возможных действий он действительно что-то ценное в жизни потерял. Что-то ценное в жизни потерял. И вот это вот осознание ему даст большой толчок на квантовый скачок, для того, чтобы человек обратно вошел в те энергии, в которых он пребывал ну, какой-то период в своей жизни. Вот такой вот сегодня получился расклад. Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите, пожалуйста, пожелания, пишите свои истории. Я, как всегда, вам желаю всего самого наилучшего, прекрасного, здоровья, благополучия, процветания. И пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok